Так вот, еще вопрос возник, то что по поводу того, что применение новых технологий, понятно, что это клуб, клубная система и, ну, собственно, домен там зарегистрировали, это там Машкина.клуб, да, он существует уже давно, сам клуб, а, как сказать, объединение людей, да, там, без объединения, да, без образования юридического лица, вот сейчас там домен зарегистрировали, буквально вот совсем недавно, а, так вот, во время приобретения, то есть, когда человек приобретает ту или иную продукцию, ну, яйца, там, вот это, гусей, они-то еще не выросли, и получается, что человек оплатил, ну, сколько там стоит, ну, тысяча рублей, например, да, оплачивает тысячу рублей, делает перевод, ну, тебе на юридическое лицо, да, то есть, ты как филар, фермер, правильно, вот, а ты должен продукцию потом поставить, а как ты узнаешь, что человек-то заказал, то есть, надо где-то записать, правильно, так вот, насколько я понимаю, как раз на сайте предполагается сделать, ну, сайт, собственно, да, и в нем сделать личный кабинет, там фиксировать, фиксировать, а для того, чтобы информация, там, не дай бог, не потерялась, ее дополнительно еще фиксировать, там, так называемый распределенный реестр, ну, блокчейн, вот, то есть, информация там будет надежно сохранена, то, что человек сделал заказ, и это видно, вот, значит, насколько я понимаю, вот, например, человек покупает, там, три курицы, ты записываешь, там, человек приобрел три курицы, и ты обязуешься их отдать в определенное время, ну, то есть, когда они вырастут, ну, если человек их не забирает в это время, ну, как бы, извините, ну, то есть, они же не могут вечно жить. Есть период, да, есть период, что хотя бы в течение двух недель по договору необходимо, чтобы человек отзвонился, сказал, где он находится, и каким образом он будет их забирать. Ну, скорее, он тебе, наверное, будет звонить, а на сайте желательно сделать напоминание, ну, то есть, рассылку. Ну, рассылка делается, в принципе, несложно, вот, собственно... Автоматическая... Да, 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 то есть, условно, у тебя там подходит, по-моему, там было написано, утки растут быстро, там, три раза в год, то есть, условно, в июле, там, не знаю, там, в сентябре, ну, вот, как-то так, да, а эти ягнята, они там где-то в ноябре. Нет, ну, овцы, они многоплодные животные, и два раза в год у них идёт окот. Так. Поэтому весной, уже где-то в мае, в мае месяце будет ягнята, рождённые осенью, они уже вырастут. Следующая партия уже будет осенью, это с августа месяца по ноябрь месяц, уже весенние ягнята вырастут и готовы... Так, угни, ты же ягнят закупаешь? Нет, ягнят у меня слою, и в этом году уже у меня козочки окатились, есть уже свои козочки, и я сейчас ещё буду покупать козлят. Ага. Покупаю козлят. То есть, они полгода растут? Да. И полгода, и на мясо? Да. Ага, ну, всё равно осенью, ноябре же? В ноябре или когда? В октябре? С августа, в зависимости от даты рождения, с августа по ноябрь можно будет забирать. Понятно. Ну, получается, делаешь рассылку, говоришь, у меня вот тут подросли, они, да, там через неделю-две, они вот, собственно, готовы, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Ну, что касается мелкорогатого скота, овец и коз, там какая система получается? С приходом морозов животные теряют вес, им требуется для того, чтобы согреть своё тело. Больше энергии? Больше энергии, и они начинают худеть, раз. Второе, у меня увеличатся затраты на кормление. Ну, да, вот это ты говорил, да, то, что их невыгодно становится, они всё, они много денег сжирают. Да, они, во-первых, худеют, то есть, килограмм на два, на три могут похудеть в весе, потеряются. Плюс требуют корма, корм и помещение. Ну, хранение, ну, в смысле, то есть, как бы это дополнительные затраты на то, чтобы он вырос, он готов, да, его приезжайте, забирайте, если не забираешь, то это дополнительные затраты. Да, я могу взять на себя ответственность и по содержанию зимнего периода. Возможно, для кого-то есть потребность переехать в деревню, он может купить себе козлёнка, и для того, чтобы переехать в деревню, уже у него была взрослая коза, ей требуется до спаривания полтора года. Полтора года. Тогда коза вырастает, и уже в взрослом возрасте будет осенена. Поэтому можно у нас выбрать козлёнка и оставить себе, мы тогда уже понимаем, что эту козочку мы будем сохранять для хозяина на следующий год. Хорошо. Так вот, к чему это все? На сайте... Это дополнительные средства. Нет, это понятно, то, что там содержание, то есть, если на мясо, то это как бы один продукт, а если, как бы, это договорённость, может, она у тебя 10 лет будет там, ну, как бы, жить. Можно, да. Договоритесь, пожалуйста. Ну, кстати говоря, там же ты говорил, что есть соседи, которые там просят всё равно выращивать. То есть, для желающих там свинину всё равно можно тоже договориться. Вот, как и хлеб, как и, собственно, другие продукты тоже это всё есть. Ну, только это не твоё фермерское хозяйство, это другое. Так вот, дело в том, что вот эту запись на сайте разместить, ну, то, что в личном кабинете у человека, и самое то, что мне интересно представляется, то, что человек покупает там утку, да, или гуся, и может её продать тому, кто хочет её выкупить. И получается такой внутренний там кругооборот. То есть, в принципе, тебе же всё равно, кому отдавать. То есть, человек уже оплатил, купил, а другой человек пришёл и, ну, как бы, там, переуступка, получается, переуступка на эту, на взятие этой курицы, да. Вот, вот этот момент. Я хочу это всё оформлять на блокчейне, конечно же, вот. И сейчас мы, конечно, как раз продумываем, на каком именно блокчейне. Сегодня мы там общались, ну, вот, есть Покупо, например, платформа. Там приём платежей. Ну, там нету блокчейна. Блокчейн мы можем привязать другой. Ну, то есть, это там, либо NXT, либо Waves, либо что-то ещё. В общем, это пока ещё, вот, думаем. Дальше, ну, есть другие варианты. Средства, которые будут поступать на карточку, они при сносе будут фиксироваться сразу же в интернете. Ну, да. Значит, по поводу приёма платежей. По идее, по идее, все налоги оплачиваются, правильно? Да. Вот. И приём платежей, он всё равно на юрлицо. Но для удобства, ну, потому что все эти реквизиты там пока ещё не готовы, там, сама платёжная система, плюс платёжная система, она так или иначе, это минимум 3%, минимум, а вообще где-то 6, а то и 10% потребуется. Вот. А проще делать через Сберкарту. Ну, Сберкарта как? Ну, Сбербанковская там. Понятно, что... Сбербанковская карта, что ты можешь привезти. Да. И самое главное, в принципе, можно, как сказать... Вопрос оговора назначения платежа. Да. Ну, можно какими-то кодовыми словами определить. Да, скорее как. Так. То есть человек, который хочет приобрести, он связывается с тобой, там, по e-mail, по телефону, говорит, я хочу приобрести то-то, то-то, да? Ну, это через Сберкарта, скорее, потому что у нас в деревне... Продолжение следует...